Председатель Федерации баскетбола Смоленской области Сергей Фомин дал итоговую пресс-конференцию в конце декабря прошлого года. Особое внимание он уделил десногорскому юношескому спорту. Сергей Фомин занимается развитием баскетбола в Десногорске уже пять лет. За это время в городе детский и юношеский спорт сделал большой шаг вперёд. Сейчас в Атомграде действует несколько баскетбольных секций. Обучаются этому виду спорта даже воспитанники детского сада. Открыты новые баскетбольные площадки. Но самое большое достижение, по мнению Сергея Фомина, это качество обучения, о котором недвусмысленно говорят успехи десногорских спортсменов. С девушками и девочками у нас работает прекрасный тренер Даниил Томиловский. Наши девочки на 8-м международном фестивале школьного спорта страны СНГ по баскетболу 3-3 стали чемпионами. Для нас, конечно, было очень большое событие, как и для Смоленской области, потому что хочу сказать, что в этом турнире принимало участие 48 команд. Наши девочки стали серебряными призёрами фестиваля Центрального федерального округа в составе команды Смоленской области в Костроме. Они стали чемпионами баскетбольного марафона 3-3 Смоленской области в двух возрастах 2004-2005-2006-2007 год. Бронзовыми призёрами Смоленской области школьной баскетбольной лиги Кэсбаскет. Заняли первое место в Смоленском областном оранжевом мяче. Наши девочки стали серебряными призёрами первенства Смоленской области по баскетболу 5-5 в возрасте 2004-2005 годов. Наши старшие юноши тренер Евгений Ювенальевич Томиловский стали серебряными призёрами Смоленской областной школьной баскетбольной лиги Кэсбаскет. Чемпионами Смоленской области по баскетболу среди возраста. Серебряными призёрами открытой Лиги Смоленской области по баскетболу среди мужских команд сезона 2021-2021. Они уже успешно участвуют во взрослых соревнованиях. Они приняли участие в суперфинале открытой межрегиональной любительской лиги по баскетболу 3-3. Это всероссийские соревнования в возрасте до 19 лет и в возрасте до 24 лет. Хотя нашим ребятам всего по 17 лет. И выиграли достаточно достойно. Допустим, в 19 лет они заняли четвёртое место из 32 команд. Они стали чемпионами фестиваля по баскетболу 3-3 «Оранжевый мяч» и успешно выступили в мужских соревнованиях Лиги Регион. И, наконец, ещё у нас работает прекрасный тренер Даниэль Кобедин, у которого занимаются юноши 2006-2007 года. Ребята выиграли суперфинал марафона «Планета баскетбола» «Оранжевый атом» областной, заняв первое место. Ребята стали бронзовыми призёрами 8-го международного фестиваля школьного спорта стран СНГ по баскетболу в Ульяновске. Ребята стали вторыми на очень престижном турнире «Лока баскет». Это всероссийские турниры в Смоленской области. Заняли второе место. И ребята заняли второе место на международном турнире в Калуге. Ну и наша мужская команда САЭС, которая является нашим локомотивом. Они очень успешно выступили на нашей очередной Атамиаде 2021 в городе Нового Воронежа, где заняли второе место. Заняли третье место в Лиге Регион в наших областных соревнованиях. И на всероссийских соревнованиях Лиги Регион вошли в шестёрку сильнейших. Центр современных спортивных технологий концерна «Росэнергоатом» кроме практики развивает ещё и теорию физической культуры. В 2022 году 20 специалистов данной области из Десногорска пройдут программу переподготовки и повышения квалификации в Смоленском государственном университете спорта. В их число в первую очередь войдут учителя физкультуры. А финансирование возьмёт на себя концерн «Росэнергоатом». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...